здание до сих пор подключено к коммуникациям и давайте сейчас немножко прогуляемся по залам этого музея и вот мы оказались сейчас внутри люстры под ногами огромные горы птичьего помета куда идем всем привет дорогие зрители с вами канал обо всем подземным и заброшенным андерволд и его ведущий степл и сегодня речь пойдет еще об одном очень необычном советском здании которое скоро может исчезнуть с карты города с карты москвы это здание строилось специально под музей музей азлк я думаю что многие из вас знают это здание многие из вас видели его живьем были рядом проходили мимо и история этого здания началась относительно недавно в 1980 году она была построена построена сразу она проектировалась под музей автомобильного завода имени ленинского комсомола который позднее был переименован завод москвич и она очень необычно своей архитектурой она построена в форме круга абсолютно правильного симметричного круга символизирующим изображающим летающую тарелку именно с конструкции этого здания связаны определенные технологические сложности которые возникали во время его строительства в частности проблемы были при постройке крыши это связано с тем что не было стандартных унифицированных деталей которые можно было бы использовать при кровле крыши и все элементы кровли они выполнялись вырезались вручную и собственно это же было одной из основных проблем когда здание вводили в эксплуатацию когда открывали музей директор музея при размещении экспозиции вот здесь вот по кругу он больше всего переживал это есть воспоминания по строительстве этого здания он больше всего переживал о том чтобы кровли не протекала ну а вы сейчас давайте прогуляемся по этому необычному зданию посмотрим его и и немножечко я расскажу о том как складывалась его история и так погнали и давайте сейчас немножко прогуляемся по залам этого музея это здание проработала именно как музей злк с 1980 года со дня открытия и до 1996 года когда автомобильный завод имени ленинского комсомола был признан банкротом то есть музей проработал на протяжении 16 лет коллекция музея была представлена автомобилями выпускавшимися на заводе с момента его образования 1930 году в экспозиции можно было увидеть знаменитую полуторку газ а а которая в период с 1933 по 1939 годы выпускалась на московском заводе ким именно так в эти годы назывался азлк завод имени коммунистического интернационала молодежи первый советский серийный малолетражный автомобиль ким 10 50 москвич 400 первый массовый легковой автомобиль предназначавшийся для индивидуальных покупателей в ссср юбилейные 3 и 5 миллионные серийные экземпляры москвича 2140 а также опытные разработки и прототипы не пошедшие в серийное производство которые по существующим тогда правилам должны были быть уничтожены но заводчанам удалось их отстоять и сохранить для истории кроме того в коллекции музея был пантеак 1967 года подаренный рейганом горбачеву и другие ценные и раритетные автомобили своим нынешним видом интерьер музея обязан размещавшемуся там с начала 2017 по весну 2021 года музея восстания машин собственно мы сейчас фактически находимся у главного входа очевидно здесь были кассы тогда здесь располагался уже современная экспозиция музей восстания машин здесь соответственно оформлены зала такими вот тематическими рисунками что интересно здание до сих пор подключено к коммуникациям здесь есть электричество скорее всего здесь подключена и вода практически все зала разрисованы вот такой вот тематический арт все эти перегородки они были сделаны уже позднее когда здесь располагалась современная экспозиция музей восстания машин который вот буквально только недавно покинул эти стены мы попадаем в щитовую в электро щитовую как я уже сказал электричество здесь полностью присутствует вообще все коммуникации здесь сейчас работают работает электро счетчик практически всю экспозицию последние арендаторы этого здания вывезли но вот в одном из залов остался такой макет честно говоря не берусь сказать что он символизировал но скорее всего здесь пытались стилизировать это помещение под какую-то старую избу наверное точнее под двор может быть и здесь вот ограда окна и вот такой вот макет собственно всю площадь почти всю площадь этой комнаты занимает вот такой вот макет что он представлял сложно сказать сейчас еще и банка с соленьями посередине этого макета и в этих фальш панелях которые разделяли комнату в фальш стенах есть такие проемы если пройти внутрь то можно увидеть как раз саму конструкцию этого здания вот этой летающей тарелки как она была выполнена вот мы попадаем внутрь такое подсобное помещение и зато здесь видно сами металлические фермы несущие конструкции на которых держится этот купол здесь уже переоборудована была вот эта часть которая отгорожена фальш стеной переоборудована под подсобное помещение под складское помещение но зато мы находимся как бы внутри конструкции самой этой летающей тарелки вот там хорошо видно фирмы металлические здесь даже отгорожено какое-то помещение возможно под кабинет понятно вот в этом помещении размещалось оборудование сотового оператора то есть здесь скорее всего на самом здании располагались антенны естественно в музее было туалет для сотрудников для посетителей сейчас здесь все демонтировано но так вот это все выглядело здесь даже была душевая здесь же можно подняться в конструкции в эти самые же конструкции здания тут кстати расположено управление водоснабжением как мне кажется все сейчас перекрыто но здание подключено ко всем коммуникациям с обратной стороны диаметрально противоположно главному входу находятся монтажные ворота сюда можно было заезжать для монтажа экспозиции сюда загоняли вот через эти ворота как раз автомобили и отсюда же коллекцию музея автомобили которые здесь находились вывозили сейчас это тоже все разрисовано под стилистику последних арендаторов точно неизвестно когда покинул эти стены музеи восстания машин но судя по нанесенной на полу разметки можно предположить что он работал уже в ковидные времена здесь была нанесена вот такая вот разметочка для соблюдения посетителями дистанции к сожалению проблемы которые были в стране в 90-е годы не обошли стороной и музей азлк и после 1996 года когда обанкротился завод судебными приставами был наложен арест на имущество завода в том числе и на экспозицию которая хранила здесь музее и какой-то момент исполняя свои обязанности в счет долга завода все долго который завода накопился перед мост энергосбытом за отпущенную электроэнергию там сумма просто сумасшедшая была судебные приставы арестовали часть коллекции которая хранилась здесь точнее вывезли часть коллекции уникальных автомобилей здесь были просто уникальные автомобили имеющие огромную историческую ценность и самый интересный факт что эти машины судебными приставами были оценены каждые в 10 тысяч рублей при том что с реальная стоимость некоторых из них доходил даже до 3 миллионов долларов к счастью после жалобы музейного руководства лично мэру москвы а тогда им был юрий лужков который предпринимал все возможные на тот момент шаги к спасению московских автомобильных гигантов заводов азлк и зил в течение недели после ареста вывезенные экземпляры из коллекции были возвращены музею многие из них представлены сейчас на проходящей на территории в днх выставки мечта москвича кстати посмотреть наши материалы об уникальных и уже утраченных объектах работавших на зиле можно по ссылке в верхней части экрана или в описании под этим видео мы сейчас находимся в центральном зале и здесь расположена главная интерьерная скажем так доминанта это огромная круглая люстра вот сейчас вы ее видите люстра это было установлено здесь именно с момента открытия музея с 1980 года и в оригинальном ее виде она сохранилась до сегодняшнего дня а в основе этой люстра расположена дверь открыв которую можно попасть на лестницу ведущую верхний ярус где расположены собственно фермы несущие конструкции этого всего здания вот напарник у меня уже поднимается на верх сейчас мне предстоит туда тоже отправиться и вот мы оказались сейчас внутри люстры здесь помещение которое предназначено для обслуживания этой люстры и мы можем посмотреть как она устроена в каждую такую вот стеклянную колбу от этой люстры вставлялась своя лампочка и они уже давали видимо такое необычное освещение подсвечивая саму эту колбу изнутри мы наверху и сейчас попробуем вылезти в галерею который идет вокруг здания как бы опоясывая его если это конечно тот выход о котором я думаю и вот мы сейчас на крыше здесь декоративный элемент сделан в виде такой не до галереи зато отсюда открывается великолепный вид на близлежащие окрестности на волгоградский проспект тут сейчас стройка идет кстати видимо из-за этой стройки и планируется снос здания музея злк единственный минус конечно что под ногами огромные горы птичьего помета и соответствующий запах и мы сейчас находимся прямо над центральным входом где как раз стела расположенная над входом символизирует эмблему и за элка сейчас музей закрыт и обнесен строительным забором официально никакой информации о дальнейшей судьбе здания музея нигде опубликовано не было говорилось о планах при конструкции бывшие территории азлк на этом участке и строительство здесь гостиничного комплекса существовало два проекта по одному из которых здание бывшего музея будет интегрировано во входную группу новой гостиницы на другом же проекте она попросту отсутствует будет очень обидно если в скором будущем москва лишиться этого уникального здания в форме летающей тарелки некогда символизировав шоу мощный потенциал советской промышленности а в наши дни являющегося настоящим памятником ушедшей эпохи